Едем в Реческий район. На этой территории скважины бурят кустовым методом. Что это значит? Выбирается площадка, на которой разрабатывается сразу несколько скважин. Интересно, что такой вид бурения в Беларуси начался только в 2014-м после приобретения специальной установки. Она находится у нас на рельсовых путях и позволяет после бурения первой скважины перемещаться по рельсам на расстояние до 27 метров для бурения следующей скважины без разбора. То есть мы экономим время на подготовительные и заключительные работы, на монтажные и демонтажные работы. И если цикл разбора и сбора данной буровой установки составляет до двух месяцев, то цикл перемещения скважины всего лишь три дня. То есть мы не сниверяем эти два месяца. Сберегается не только время экономии и на коммуникациях, на проведении линий электропередач. Например, на самом большом кусте на монтажно-демонтажных работах получилось экономить 14 месяцев. В денежном эквиваленте 7 миллионов рублей. Такие установки есть не только на Речицком, но и на Карташовском месторождении. Это самый большой куст скважины в Беларуси. Здесь их 14 штук. За 24 часа здесь добывают примерно 120 тысяч кубических метров газа. Для примера им можно обеспечить суточное потребление для 2000 семей, живущих в многоэтажках. Отправляемся в Светлогорский район на скважину Мормовичской площади. Здесь разместился целый комплекс. Парк техники насчитывает около 20 единиц. Журналистам демонстрируют инновационные технологии по нефтедобыче. Одна из них – плаган Перф. Специалисты говорят, что времена легкой нефти прошли. В основном осталось трудноизвлекаемое. Чтобы до нее добраться и нужны такие методики. Для нефтедобычи геологи производят многостадийный гидроразрыв пласта. Эта технология отличается от всех остальных тем, что мы увеличиваем масштаб охвата продуктивной части и закачиваем туда значительные объемы пропанта, жидкости разрыва и тем самым получаем высокие дебиты по нефти. В 2020 году по данной новой технологии плаган Перф уже реализовано 8 объектов. Мы затронули как классические коллектора, так и активы трудноизвлекаемых запасов. В планах – закупка новой техники и реагентов, чтобы по технологии плаган Перф получать как можно больше трудноизвлекаемой нефти. Инновационная методика позволяет экономить время и деньги. Цикл освоения скважины происходит намного быстрее, чем традиционными способами. К 2025 году Беларусьнефть технология плаган Перф планирует выйти на зарубежный рынок сервисных услуг. Следующая геометка пресс-тура – Хониксский район. В этом году здесь открыли новое месторождение. На глубине 4200 метров получен приток нефти дебитом 20 тонн в сутки. Это легкая нефть хорошего качества. Кстати, в минувшем году в Беларуси добыли на 20 тысяч тонн нефти больше, чем в 2019. С учетом нового месторождения добыча нефти в 2021-м превысит 1,7 млн тонн. В зоне особого геологического интереса – южная зона Припятского прогиба. В Лельческом районе, например, к бурению первых скважин собираются приступить в 2023 году. В дальнейшем стратегия у нас – это переход на южную структурную зону Припятского прогиба. Это такие населенные пункты, как Лельчицы, Ельск, Наровля. В этой местности мы планируем на правом берегу реки Припяти выполнить 5,5 тысяч километров квадратных сейсмических работ, которые в перспективе, мы надеемся, принесут нам хорошую положительную динамику в приросте запасов и, самое главное, позволят нам стабилизировать и нарастить добычу нефти Республики Беларусь. Несмотря на серьезный возраст, 26 февраля объединение «Беларусьнефть» отметило 55-летие. Планов на будущее у предприятия множество. А опыт, который тут накапливают буквально ежедневно, обязательно поможет в их реализации. Марина Северьянова, Сергей Лукашук. Новости недели.